Здравствуйте, уважаемые подписчики! В этом видео я также постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу о таком лекарственном препарате, как ценорезин. Известен он нам давно, очень популярный препарат, очень активно назначается, и в этом видео мы поговорим о специфике, о особенностях. Я расскажу о том полезном эффекте ценорезина для нашей нервной системы, нашего головного мозга, а также конкретно остановлюсь на тех вредных эффектах, которые возможны при приеме ценорезина. Расскажу много всего интересного, полезного, изучил огромное количество новых исследований. Те из вас, кто хочет дополнить свои знания, ниже в описании под видео будут ссылки на исследования, вы можете все это изучить и дополнить меня в комментариях под видео. А также остановимся на том, как правильно принимать ценорезин. До начала огромная просьба, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим роликом в социальных сетях, подпишитесь на канал, потому что 90% из вас, те, кто смотрит меня регулярно, не подписаны на канал. Это поможет развитию канала, я буду выходить чаще и чаще отвечать на ваши вопросы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там рубрика «Ответы на вопросы», еженедельная бесплатная консультация. Поддержите канал, все необходимые ссылки ниже в описании под видео на канале YouTube. Итак, начнем. Разберемся в таких вот действиях и вообще в механизме. Ценорезина, работает он или нет, и как действительно работает. И первое, что вы должны действительно запомнить, ценорезин обладает следующими действиями. Это сосудорасширяющее действие. Расширяет сосуды, он улучшает мозговое кровообращение и улучшает также и периферическое кровообращение. Это еще и огромная польза для в целом кровообращения всего нашего организма, в том числе кровообращения наших нижних конечностей, с которыми тоже действительно огромная проблема при разных заболеваниях. Поэтому тут же ломаем стереотип. Ценорезин – это не только головной мозг, не только сосуды головного мозга, но и сосуды сердца, а также в целом вся наша такая сосудистая система. Ценорезин блокирует кальциевые каналы. Это тот механизм, благодаря которому мы действительно пользуемся этим лекарственным препаратом и ценим его за его эффекты. Благодаря этому он также снижает тонус гладкой мускулатуры сосудов, улучшает сердечное и периферическое кровообращение. Ценорезина улучшает мозговое кровообращение и уменьшает тоже головную боль, уменьшает шум в ушах, подавляет реакции на такие сосудистые, сосудосуживающие вещества, которые вырабатывает естественно наш организм. То есть он защищает вас от ваших стрессовых гормонов, которые приводят к сужению сосудов. То есть происходит стрессовое состояние, в кровь выбрасывается огромное количество стрессовых гормонов, и это приводит к сужению сосудов и неблагоприятно в целом влияет на ваш организм. А если эти стрессы еще и частые, это огромная проблема, потому что этот процесс происходит постоянно. Ценорезин, он понижает вязкость крови, повышает резистентность клеток к гипоксии. То есть клетки становятся более устойчивыми к кислородному голоданию, способны выдерживать большие нагрузки и меньше, конечно же, погибать. И это не только клетки головного мозга, но и клетки того же сердца и других органов и вообще тканей структур нашего организма. А также ценорезин уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата, и это огромное такое влияние на все наши проблемы, связанные с нашим вестибулярным аппаратом. Это и головокружение, и шум в ушах, и различные такие координаторные нарушения. Это все тоже будет отдельным таким показанием для приема того же ценорезина. И специфика та, что это огромная помощь именно нашим сосудам. Сосудам головного мозга, сосудам сердца, сосудам конечностей, в целом помощь тем же сосудам почек. И действительно, это тот препарат, который будет своим эффектом расширять сосуды, улучшать циркуляцию. Благодаря этому клетки при равных условиях, в случае приема ценорезина, лучше получают кислород, лучше получают те же питательные вещества, а следовательно не гибнут. Нету вот этих вот очагов поражения, гибели клеток головного мозга. И действительно, они более устойчивы при различных, получается, нагрузках. Будь то стресс, будь то физическая нагрузка, например, сейчас в популярной фитнес-индустрии, поэтому довольно-таки часто, как такое дополнительное лечение, еще используется ценорезин. Либо любое другое. Это может быть и умственное такое перенапряжение, либо физическое. Когда конкретно назначается ценорезин, когда мы можем действительно его принимать? Показанием выявляется хроническое церебровоскулярное нарушение недостаточности. Когда вследствие разных механизмов нарушается циркуляция кровоснабжения головного мозга, и головной мозг страдает из-за дефицита кислорода питательных веществ, и это может проявляться головокружением, шумами в ушах. Это может быть шум, звон, свист, головная боль. И, конечно же, нарушение памяти, снижение концентрации внимания, проблемы действительно с такими умственными свойствами нашего головного мозга. И поэтому действительно ценорезин очень популярен у студентов, у наотропщиков, те, которые пытаются действительно в тех же равных условиях, используя препарат, иметь определенные преимущества в запоминании, в оперативных функциях. То есть, фактически, улучшая показатели нашего головного мозга. Специфика здесь та, что я действительно очень часто в своих роликах говорю о том, что здесь нужно быть тоже очень аккуратными. Потому что, казалось бы, довольно-таки такой популярный препарат активно назначается, не имеет прям таких вот каких-то огромных побочных эффектов и довольно-таки неплохо переносится. Но чрезмерное какое-то употребление, либо в высоких дозировках, либо неправильно поставленный диагноз, либо действительно какая-то ошибка с вашей стороны или индивидуальная какая-то непереносимость, приводит к тому, что, первое, во-первых, не подходит препарат, появляются какие-то побочные эффекты. И если прям вот перестараться с дозировкой и курсом лечения, это приводит еще и к истощению нашего организма. Ценорезин также назначается при вестибулярных нарушениях, в том числе это болезнь Миньера, это головокружение, шум в ушах, нестагм, получается, такие тошнотно-рвотные нарушения того же такого лабиринтного происхождения. Поэтому очень активно, действительно, потому что эти нарушения очень сложно поддаются лечению. И здесь нет такого огромного разнообразия разных лекарственных препаратов. Ценорезин назначается и как самостоятельное лечение, и в комбинации с другими лекарственными препаратами, с тем же, например, бета-гистином, другими лекарственными препаратами, еще и в комбинации бывает часто с венпоцетином. Это позволяет действительно эффективнее бороться с этими нарушениями. Также ценорезин назначается в профилактике кинетозов. Что это такое? Это дорожная болезнь, то есть морская, воздушная болезнь, тоже действительно, как вот кратковременная такая терапия, позволяет справиться с этим состоянием. И тот, кто действительно знает, что это и как это мучительно, вот возьмите на заметку, ценорезин здесь будет таким активным помощником. И интересно будет еще и в комментариях ваши отзывы, помогает или нет. Также ценорезин назначается при мигрене. Это не будет купирование как такового болевого, потому что там все-таки специфика, скорее всего, когда это уже такой поставленный диагноз, действительно, это мигрень, мигрень саура или без. Все-таки это трептановый ряд, суматрептан. Но вот как профилактика приступов, есть целый ряд исследований, о которых я тоже, в принципе, знаю и изучил. Я оставил ссылки ниже в описании под видео на канале YouTube. Посмотрите, изучите, действительно, есть неплохая статистика. Также ценорезин используется при нарушениях периферического кровообращения. И здесь конкретно, какие вот это могут быть нарушения, потому что я на это акцентирую внимание, хочу разрушить стереотип, что ценорезин это ассоциация только с головным мозгом, с тем же сердечно-сосудистым кровообращением. Но это еще и показания такие, что ценорезин можно принять при перемежающей хромате, болезни Рено, диабетическая ангиопатия, тромбофлебит, трофические нарушения, в том числе трофические и варикозные язвы. Поэтому иногда полезно открывать аннотацию для того, чтобы полноценно раскрыть тот потенциал лекарства, узнать о больших каких-то влияниях, помимо тех стереотипов, о которых вы знаете и помните. А также, конечно, не ошибаться в противопоказаниях и в том случае, когда пациент уже принимает какие-нибудь лекарственные препараты, вы добавляете ценорезин. На что же сразу хотел обратить ваше внимание. Будьте очень осторожны. Как и у любого лекарственного препарата, у ценорезина есть свои противопоказания, побочные эффекты. И тут сразу нужно учитывать, что ценорезин усиливает действие этанола, то есть спиртов. Также ценорезин усиливает действие седативных, то есть успокоительных лекарственных препаратов. О чем я говорю? Это от растений, таких как тажевалериана, пустырник, мята, мелиса, другие лекарственные препараты, до уже миорелаксантов, которые расслабляют и успокаивают. Тех же, например, трициклических антидепрессантов, тех же каких-то транквилизаторов. Если вы уже принимаете вот эти успокаивающие лекарственные препараты, будьте очень внимательны, потому что дополнительно добавляете вроде как для улучшения циркуляции или от шумов ценорезин. И получаете более выраженный седативный эффект, и там состояние вплоть до того, что разбитрости вы вообще с пяти днем, и вообще невозможно ничего выполнять. И задаются вопросом, что случилось, что произошло, а это вот комбинация с такими препаратами, которые не сочетаются. Мы дошли до одной из самых интересных рубрик, как конкретно принимать ценорезин, потому что я дополняю свое предыдущее видео, и в комментариях уже чего только не начитался. Потому что, еще раз предупреждаю, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам. Очень часто вы неправильно используете препарат, ни по назначению, ни по показаниям, и еще неправильно его используете в дозировках и в длительности приема. Во-первых, ценорезин принимается вовнутрь после еды, это нужно учитывать. При хронической церебровоскулярной недостаточности, то есть при нарушениях, связанных как следствие патологии сосудов, ценорезин назначается по одной таблетке 25 мг 3 раза в сутки. Если это капли, по 8 капель, 3 раза в сутки, или по одной капсуле, с учетом, что капсула не 25, а 75 мг 1 раз в сутки. Будьте внимательны. При нарушениях уже периферического кровообращения, это проблема, например, с сосудами нижних конечностей, например, да, очень актуален и часто назначается. В этом случае ценорезин назначается по 50, либо 75 мг 3 раза в сутки. И тут тоже будьте очень внимательны, врачи, наблюдайте за пациентами. Пациенты не занимайтесь самолечением, потому что когда увеличивается дозировка, это уже риски непереносимости, побочных эффектов. И тут возрастают риски. Учитывайте, что правильно поставленный диагноз, правильно подобранное лечение, это залог вашего скорейшего выздоровления. Для профилактики морской и воздушной болезни по 25 мг за 30 минут перед предстоящей такой поездкой. При необходимости прием вот той дозы повторять через 6 часов, не чаще. Подождите, чтобы развился вот этот эффект. Не спешите, да, состояние тяжелое, терпения нет. Это действительно мучительное, но выжидайте эти необходимые 6 часов, обращая на это внимание. Также специфика, что если это назначение детям, назначается цена резин с 5 лет, обратите на это внимание. И, конечно, в половину вот от той дозировки, которая назначается взрослым, учитывайте это. При вестибулярных нарушениях по 25 мг одной таблетки 3 раза в сутки детям, конечно же, дозировку уменьшить в 2 раза. Учитывайте, что максимальная суточная доза не должна превышать 225 мг. При такой высокой чувствительности к препарату, лечение назначается с маленьких дозировок, постепенно увеличивая эту дозировку до дозы эффекта. Во всех своих видео, те, кто регулярно меня смотрит, я всегда говорю, любой новый препарат, который вы начинаете, начинайте его сначала с такого теста, пробы. Проверьте, переносите или нет. Это четвертинка, а может быть, возможность еще меньше дозировкой от таблетки. Или отделите ту же капсулу, например. Сначала пробуйте, тестируйте. Переносите хорошо лекарственные препараты. Продолжайте, значит, уже в той дозировке, постепенно увеличивая, доходя до той дозировки, которую рекомендует ваш лечащий врач. Для достижения такого уже хорошего эффекта, терапевтического, лечебного эффекта, препарат принимают непрерывно, длительно. И это действительно специфика, что эффект вы получите тоже не сразу. Как и с любыми наотропными препаратами, витаминами, сосудистыми препаратами. Очень часто это лечение назначается даже до нескольких месяцев. Конечно же, подбирается индивидуально вашим лечащим врачом, в зависимости от того, что конкретно пытается добиться ваш лечащий врач. Тут же хочу обратить ваше внимание, и это очень важно. Вот остановлюсь на этом пункте, уже учитывая ваши ошибки с предыдущих моих видео. Во-первых, я сторонник всегда такого комплексного лечения, и это дает лучшие результаты. Принимать только цинерезин и больше ничего не делать, это неправильно. Специфика в том, что, обратите внимание, только на поддержание, например, мышечного тонуса тратится 26% энергии основного обмена. На функционирование, например, той же печени около 25%, и на деятельность нашего головного мозга около 18%. Вы только задумайтесь, сколько энергии наш организм тратит обеспечивать тот функционал, и это функционал 24 часа в сутки, весь год, всю вашу жизнь. Это огромная энергия. Если вы будете только банально требовать с вашего организма, дай мне лучше память, улучши кровоток, работай более эффективно, это будет приводить к истощению. Для того, чтобы улучшить деятельность мозга, это можно сделать несколькими путями. И тут важно влиять на все четыре процесса. Обратите на это внимание. Если вы не будете учитывать эти четыре процесса и не будете на них влиять, должного эффекта вы не получите. Первое. Это улучшение проведения нервных импульсов. То есть синаптическая передача, которая обеспечивает такое достаточное количество, ну, зависит от нейромедиаторов. Что это такое, эти нейромедиаторы? Это вещества, которые осуществляют передачу импульса от нервной клетки. В ином случае, если не будет вот этой связи между клетками, и эта связь не будет качественной, и передача не будет такой эффективной, процесса не получится. Есть целый ряд лекарственных препаратов, которые параллельно назначаются с цинорезином и влияют на вот эту передачу. Цинорезин будет как эффект улучшения кровоснабжения. Это вот тот второй эффект, на который действительно будет влиять уже сам непосредственно цинорезин. В этом еще и специфика улучшения нормализации артериального давления. Но тут же сразу же остановлюсь. Специфика в том, что если вы прям жесткий такой гипотоник, прям низкое у вас давление, принимать цинорезин, скорее всего, у вас не получится, и вам будут назначены другие лекарственные препараты, потому что это приведет к более низкому давлению, тошнотно-рвотное состояние, головокружение, вообще в целом плохое самочувствие, вы не сможете принимать цинорезин. И с другой стороны, это огромный плюс у тех, у кого стойкое давление, такой злобный гипертоник. Здесь, конечно же, придется уменьшать даже дозировки ваших лекарств от давления. Все это индивидуально, и у каждого оно происходит по-своему, поэтому тут же опять же нужно проверять. То есть второй пункт будет перекрывать сам цинорезин. Третий пункт, это будет дополнительный препарат, это поддержка питания мозга, которая обеспечивает наш мозг энергией, особенно той же глюкозой. И это специфика, целый ряд лекарственных препаратов. Я специально не уточняю по каждому пункту препараты, потому что это все будет индивидуально. От вашего заболевания зависит от того, какие вы лекарства принимаете, от той же специфики. Но по этим пунктам вам обязательно нужно будет пройтись. И четвертый пункт, это контроль за уже гормональным фоном, особенно за гормонами счастья. Поэтому обращайте на это внимание. Тут же, конечно же, хочу добавить то, без чего действительно нельзя. Для нормальной работы мозга необходимо регулярно употреблять пищу с высоким содержанием антиоксидантов. Это те препараты, те вещества, те продукты, которые борются со свободными радикалами. И здесь в свой рацион питания важно добавить ягоды, специи, фрукты, овощи, орехи, бобовые, травы. Также, следующий пункт, это жирные кислоты, омега-3. И в рацион питания обязательно для нормальной работы головного мозга нужно добавить рыбий жир. Это незаменимые вещества. И, конечно же, витамины группы В. И источником будут молочка, рыба, субпродукты, бобовые, группы. Это тот минимальный минимум, грубо говоря, который вы обязаны контролировать и добавить. И только в этом случае действительно вы получите должный эффект. Поговорим немножко о специфике. И тут сразу же, анализируя предыдущие свои видео, хочу обратить внимание. Спортсмены, будьте очень внимательны. В связи с наличием такого антигистаминного эффекта, цинорезин может повлиять на результаты антидопингового контроля. И здесь вы можете попасть. Попасть в неприятную историю, что часто и происходит. И очень часто спортсмены там приписывают, принимаются на резин. Хорошо, могут поймать. Далее, хочу обратить ваше внимание. При длительном применении рекомендуется проведение контроля. Обследование это контроль за показателями печени, почек и картины периферической крови. Обратите на это внимание. Если вы очень длительно принимаете препарат, значит обратитесь к терапевту, к неврологу, к кардиологу, врачу общей практики. И сдайте эти анализы. Перепроверьте, потому что иногда бывают изменения. Женщинам принимать цинорезин не рекомендуется. Именно женщины, которые кормят грудью. Пациентам с болезнью Паркинсона следует назначать только в тех случаях цинорезин, когда преимущества от назначения препарата превышают те риски ухудшения состояния. Как правило, цинорезин не назначается в тех случаях, когда пациент страдает таким заболеванием, как болезнь Паркинсона. Это та специфика, которая действительно очень часто не учитывается. И казалось бы, улучшу кровообращение головного мозга. Вроде бы как бы и не повлияю. Вроде бы как бы в том плане, что никакого вредного эффекта не нанесу. Наоборот, это будет пользой пациенту. Но здесь специфика, что нельзя это делать. Также остается, наверное, открытым вопрос, с возрастом способен ли повышать риски цинорезин развития болезни Паркинсона. Вот это спорный вопрос. Какой-то доказательной базы тому, чему действительно можно верить, я не нашел. Довольно-таки такие субъективные умозаключения. И действительно такой статистики нет. Чтобы при длительном приеме у возрастных пациентов прям вот развивалась болезнь Паркинсона. Это не так работает. Почитайте о таком заболевании, как болезнь Паркинсона. И посмотрите, в чем там специфика. Там другие механизмы, другая специфика. Вот пока такой вот доказательной базы и прям фактических данных нет. Поэтому, если вы что-то нашли действительно прям обоснованное, доказанное, поделитесь ниже в комментариях под видео. Также, обращаю ваше внимание, цинорезин может вызывать такой успокаивающий эффект и эффект заторможенности. Поэтому в период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортным средством автомобилем. Занятия другими такими потенциально опасными видами деятельности, которые требуют высокой концентрации внимания, быстроты, психомоторных таких реакций, оперативных функций. Те, кто работают за рулем, те, кто работают на промышленности у станков, кран и другие профессии. Будьте очень внимательны. Также, с осторожностью назначайте людям старше 60 лет. Вообще, в целом, очень часто вижу в комментариях рекомендацию, что вообще не назначайте старше 60 лет. Такая специфика не работает. Лечить надо, помогать надо, иногда нечем лечить, и очень часто мы прибегаем к тому же цинорезину. Но нужно учитывать заболевание, переносимость, то, что уже принимает пациент. И, конечно же, специфика по дозировке. Все-таки лица старшего, такого зрелого возраста, да, это люди старше уже 60 лет. Дозировки там особенные. А вы, как правило, занимаетесь самолечением и принимаете дозировки обыденные, и иногда увеличиваете их для того, чтобы вроде как быстрее добиться эффекта. На что также хотел обратить ваше внимание. Кроме, вот помимо влияния на симптомы паркинсонизма, цинорезин также обладает способностью провоцировать развитие депрессии. Это исследование, которое довольно-таки недавно было опубликовано, и вот на это тоже хочу обратить внимание. Но здесь, конечно же, будет специфика и уже актуальность. То, о чем вы не знали, либо невнимательно смотрели мои ролики. На сегодняшний день чаще всего используется комбинация цинорезин плюс пироцетам, чтобы сгладить побочные эффекты цинорезина и увеличить эффективность влияния на нервную систему. Цинорезин – это улучшение кровообращения, это польза нашему организму. Действительно огромная польза, это профилактика огромного количества заболеваний. А вот пироцетам – это будет уже наотропная такая польза, и это энергия нашему организму. И это профилактика вот этих депрессивных, астенических состояний, когда вялость, когда апатия, когда не хочется в целом ничего делать. Получается тот же пироцетам, он немножко смягчает, сглаживает, и в то же время мы можем принимать цинорезин. Поэтому вот эта комбинация, она актуальна, и уже грамотный врач очень часто использует комбинации из лекарственных препаратов, потому что первое – это нужно все равно же обеспечить прием этим лекарственным препаратом, заменить его на другое, более эффективное, более безопасное, в связке сделать лучшую эффективность, действительно избежать вот этих побочных эффектов, и обойти вот те четыре пункта, о которых я говорил, что очень важно, поэтому для этого будут использоваться одновременно комбинации из разных лекарственных препаратов, чтобы действительно вы добились эффекта, и это было полезное влияние вашему организму, и, конечно же, результат. Ведь мы принимаем лекарства для того, чтобы действительно получить результат. Хочу обратить ваше внимание. Конечно же, цинорезин – это не панацея. Это не будет тот препарат, который вылечит вас, избавит вас от всех нарушений, и действительно решит ваши вопросы раз и навсегда. При огромном количестве вот таких хронических заболеваний, особенно в специфике, даже не заболеваний, а уже, наверное, возрастных изменений, это фактически невозможно. Мы назначаем тот или иной лекарственный препарат, чтобы добиться качества жизни, чтобы снизить риски каких-нибудь тяжелых заболеваний, тяжелых нарушений, которые приведут к инвалидизации. Вы живете дольше, вы живете более качественно. Вот это, наверное, огромное такое стремление. Наука не стоит на месте, мы работаем, как ученые изучаем и делимся этой информацией с вами. Для того, чтобы этой информации было больше, полезного контента в интернете было больше, на ютубе, подпишитесь на канал, потому что 90% из вас, кто смотрит меня, не подписаны на канал. Поддержите канал, все необходимые ссылки ниже в описании под видео. Подписывайтесь на канал в Телеграме, там рубрика «Ответы на вопросы», напрямую могу ответить на ваши вопросы. А также рубрика «Бесплатные консультации». Раз в неделю я бесплатно отвечаю на ваши вопросы, консультирую. Поддержите канал, буду выходить чаще, отвечать на ваши вопросы. Если вы досмотрели видео до конца, огромный умничка. Огромное вам спасибо. Пока.